9 ноября 2023 года исполняется 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, переводчика, члена-корреспондента Императорской Академии Наук по разряду русского языка и словесности Ивана Сергеевича Тургенева. Классик еще при жизни, заслуживший признание не только в России, но и за рубежом. Все без исключения произведения Тургенева хранят образ писателя, влюбленного в красоту, обладавшего уникальной эрудицией, неутомимого собирателя духовных и культурных сил России и Европы, кого современники называли одним из самых прекрасных героев русской литературы. Родился Иван Сергеевич в Орле, в старинной дворянской семье. Детство мальчика прошло в материнском имении Спаская Лутовинова, неподалеку от Мцеска. Он стал вторым сыном из трех родившихся у Варвары Лутовиновой и Сергея Тургенева. Семейная жизнь родителей не сложилась. Отец, прокутивший состояние красавицкого Лергард, по расчету женился не на красавице, но состоятельной девушке Варваре, которая была старше его на шесть лет. Когда Ивану Тургеневу исполнилось двенадцать, отец покинул семью, оставив на попечение супруги троих детей. Спустя четыре года Сергей Николаевич умер, а вскоре скончался от эпилепсии и младший сын Сергей. Николаю и Ивану пришлось не сладко. У матери был деспотичный характер. Умная и образованная женщина хлебнула в детстве и юности немало горя. Отец Варвары Лутовиновой умер, когда дочь была ребенком. Мать, вздорная деспотичная барыня, образ которой читатели увидели в рассказе Тургенева «Смерть», вышла замуж повторно. Отчим пил и не стеснялся бить и унижать падчерицу. Нелучшим образом обращалась с дочерью и мать. Из-за жидкости матери и побоев отчима девушка сбежала к родному дяде, оставившему племяннице после смерти в наследство пять тысяч крепостных. Не знавшая в детстве ласки мать, хотя и любила детей, особенно Ваню, но обращалась с ними так же, как с ней в детстве обращались родители. Сыновьями навсегда запомнилась тяжелая матушкина рука. Несмотря на вздорный нрав, Варвара Петровна была женщиной образованной. С домашними она разговаривала исключительно на французском языке, требуя того же и от Ивана, и Николая. С Паском хранилась богатая библиотека, состоящая в основном из французских книг. Когда Ивану Тургеневу исполнилось девять, семья переехала в столицу, в дом на Неглинке. Мама много читала и привела детям любовь к литературе. Предпочитая французских писателей, Лутовинова Тургенева следила за литературными новинками, дружила с Василием Жуковским и Михаилом Загоскиным. Варвара Петровна досконально знала творчество Николая Карамзина, Александра Пушкина, Николая Гоголя и цитировала их в переписке с сыном. Образованием Ивана занимались гувернеры из Германии и Франции, на которых помещица не жалела денег. Богатство русской литературы будущему писателю открыл крепостной коммердинер Федор Лобанов, ставший прототипом героя рассказа «Пунин и Бабурин». После переезда в Москву Ивана Тургенева определили в пансион Ивана Краузе. Дома и в частных пансионах юный барин прошел курс средней школы. В 15 лет он стал студентом столичного университета. На факультете словесности Иван Тургенев проучился курс, затем перевелся в Санкт-Петербург, где получил университетское образование на историко-философском факультете. В студенческие годы Тургенев переводил стихи Шекспира и Лорда Байрона, читал стать поэтом. Получив диплом в 1838 году, Иван Тургенев продолжил образование в Германии. В Берлине прослушал курс университетских лекций по философии и филологии, писал стихи. После рождественских каникул в России Тургенев на полгода отправился в Италию, а оттуда вернулся в Берлин. Весной 1841 года Иван Тургенев прибыл в Россию и через год сдал экзамены, получив степень магистра по философии в Петербургском университете. В 1843 поступил на должность Министерства внутренних дел, но любовь к писательству и литературе перевесила. Впервые Иван Тургенев выступил в печати в 1836 году, опубликовав рецензию на книгу Андрея Муравьева «Путешествие к святым местам», а спустя год написал и опубликовал поэмы «Штиль на море» и «Фантасмагория в лунную ночь» и «Сон». Известность пришла в 1843 году, когда Иван Сергеевич сочинил поэму «Параша», одобренную Вассарионом Белинским. Вскоре Тургенев и Белинский сблизились так, что молодой литератор стал крестным отцом сына известного критика. Сближения с Белинским и Николаем Некрасовым повлияли на творческую биографию Ивана Тургенева. Писатель окончательно распрощался с жанром романтизма, что стало очевидным после публикации поэмы «Помещик» и «Повестей Андрея Колосова» и «Три портрета». В России Иван Тургенев вернулся в 1850-м. Жил то в родовом имении, то в Москве, то в Петербурге, где писал пьесы, которые успешно шли в театры двух столиц. В 1852 году не стало Николая Гоголя. Иван Тургенев отозвался на трагическое событие некрологом, но в Петербурге, по велению председателя цензурного комитета Алексея Мусина Пушкина, его отказались публиковать. Осмелилась поместить в заметку Тургенева газета «Московские ведомости». Цензор не простил ослушания. Мусин Пушкин называл Гоголя лакейским писателем, недостойным упоминания в обществе. К тому же разглядел в некрологии намек на нарушение негласного запрета не вспоминать в открытой прессе погибших на дуэли Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Цензор написал донесение императору Николаю Первому. Иван Сергеевич, находившийся под подозрением из-за частых поездок за границу, общения с белинским герценом, радикальных взглядов на крепостничество, навлек на себя еще больший гнев властей. В апреле того же года писателя на месяц посадили под стражу, а потом отправили под домашний арест в имение. Полтора года Иван Тургенев безвыездно пребывал с Паском. Три года он не имел права покидать страну. Опасения Тургенева насчет запрета цензуры на выпуск записок охотника отдельной книгой не оправдались. Сборник рассказов, ранее печатавшийся в «Современнике», вышел. За позволение печатать книгу уволили чиновника Владимира Львова, служившего в цензурном ведомстве. В цикл вошли рассказы «Бежен лук», «Бирюк», «Певцы», «Уездный лекарь». По отдельности новеллы не представляли опасности, но собранные вместе носили антикрепостнический характер. Иван Тургенев писал и для взрослых, и для детей. Маленьким читателям прозаик подарил сказки и рассказы наблюдения воробей, собака, голуби, написанные богатым языком. В деревенском уединении классик сочинил рассказ «Му-му», а также ставший событием в культурной жизни России романы «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым». За границу Иван Тургенев отбыл летом 1856 года. Зимой в Париже завершил мрачную повесть «Поездка в Полесье». В Германии в 1857-м написал «Асю» – повесть, переведенную при жизни писателя на европейские языки. Прототипом Аси, рожденной вне брака дочери барина и крестьянки, критики считают дочь Тургенева Полину Брюэр и незаконно рожденную единоутробную сестру Варвару Житову. За границей Иван Тургенев пристально следил за культурной жизнью России, вел переписку с писателями, оставшимися в стране, общался с иммигрантами. Коллеги считали прозаика противоречивой личностью. После идейного расхождения с редакцией «Современника», ставшего рупором революционной демократии, Тургенев порвал журналом. Но, узнав о временном запрете «Современника», высказался в его защиту. В период жизни на Западе Иван Сергеевич вступил в долгие конфликты с Львом Толстым, Федором Достоевским и Николаем Некрасовым. После выхода романа «Отцы и дети» он поссорился с литературной общественностью, называвшейся «Прогрессивной». Иван Тургенев первым из российских писателей получил признание в Европе как романист. Во Франции он сблизился с писателями-реалистами Проспером Мериме, Эмилем Золя и Густавом Флабером, ставшим ему близким другом. Весной 1879 года Тургенев приехал в Петербург, где молодежь встретила его как кумира. Восторг от визита знаменитого писателя не разделяли власти, дав Ивану Сергеевичу понять, что длительное пребывание литератора в городе нежелательно. Летом того же года Иван Тургенев побывал в Британии. В Оксфордском университете русскому прозаику дали звание почетного доктора. В предпоследний раз Тургенев приехал в Россию. В 1880 году в Москве он присутствовал на открытии памятника Александру Пушкину, которого считал великим учителем. Русский язык классик называл поддержкой и опорой в одни тягостных раздумий о судьбе Родины. Классик скончался 22 августа 1883 года. Субтитры создавал DimaTorzok